У нас в районе, к сожалению, 234 жилых домов, в которых жить совсем нельзя. Поэтому я не могу и не поддерживать жителей этих домов, которым будут, может быть, предоставлены квартиры. Подождите, подождите. Мы получим сейчас ответ, чтобы все будет понятно. Подождите, да, я отвечу. Я уважаю абсолютно мнение жителей этого микрорайона. Безусловно, здесь нужна спортивная площадка, безусловно, здесь нужен парк. Но в данном случае по закону земля выделена под застройку. И сейчас какие-то незаконные меры принять я не готов. Отменить этот закон. А что незаконно? Так, уважаемые товарищи, ну давайте в практическое русло теперь все переведем. Я вам... Ну, сейчас мы просто будем говорить, как все плохо. Все понятно, что позиция администрации понятна. Они говорят, что земля выделена законно. И бороться они с застройщиками не будут. Это так. Поэтому спасение утопающих – дело самих утопающих. Нам также говорили по Марине Росковой, что там земля уже выделена. Ничего сделать нельзя. Там же говорили, да. Также говорили по скверу на первом же участке, что все выделено. Ничего отменить нельзя. Тем не менее люди встали, боролись. Я вас спрашиваю. Вы будете бороться до конца? Все. Это самый главный ответ. Тогда если вы будете бороться, мы победим. Если не будете бороться, потому что борьба эта потребует определенного времени. Как бороться, мы знаем. Кому обращаться, мы знаем. Главное, я вам просто хочу сказать пример Марине Росковой. Когда вот это началось, они сразу стали завозить плиты. Кран и все. И пришлось нам под кран, под плиты ложиться. Если вы готовы, тогда да. Ну, я предлагаю так. То есть, как положено нам. Вот мы сейчас провели организационный сход. Надо теперь, мы знаем, что есть застройщик, зенит, ЖСК. Сейчас на этой неделе. Ну, понятно, что ЖСК, зенит, это ничего, ни о чем. За каждым ЖСК таким стоит крупный строительный олигарх. Олигарх, фамилии этих олигархов, их, они все на одной руке умещаются, мы знаем. Обнаглели последнее время до последнего. Понятно. То, что они выходцы из тревожных 90-х, я говорить не буду. И готовы они на все, чтобы поставить. Это огромные деньги. И они эти деньги будут готовы получить. Мы для них помеха. Поэтому, давайте определимся, что мы требуем. Вот мало того, нам говорят, вы против, а что вы за? Здесь вот сквер уместится, нормально будет здесь построить сквер для жителей. Чтобы дети, спортивная площадка, было куда выйти. С детьми. Над каменной джунгой здесь нужны? Нет. Нет, не нужны. Поэтому давайте бороться за то, чтобы вместо того, что здесь был дом, был сквер. И здесь была благоустроенная нормальная площадка. Вот Геннадий Александрович говорил, что если мы объединяемся, наши силы возрастают. Значит, чтобы здесь не проводить дополнительно сход в этом месте, я предлагаю такой вариант. 23-го числа заявлен у нас митинг, ну и одновременно сход жителей там будет. Микрорайоны Радуга, это вот Марин Расков, перейти вот за прудом. Да, поэтому я вас всех, кто здесь есть в субботу 23-го числа, предлагаю прийти туда. Там мы уже пригласили представителя министерства ЖКХ и строительства области, туда будет представитель. И мы с вами, уже Геннадий Александрович, наши депутаты от КПРФ дадут запросы. Мы постараемся получить ответы, кто это такой. Уже получить информацию, кто за ними стоит. Мы уже будем немножко понимать, что это такое, с чем мы боремся. Это во-первых. Администрация, она тоже, она говорит, мы не можем незаконно действовать. Но позвольте, когда надо было, если за спиной нашей инициативной группы стояло 15 тысяч жителей микрорайона Радуга, Алексей Львович нашел способ запретить строительство. И до сих пор они судятся. До сих пор судятся. Он сделал распоряжение Ботвей строительства. До сих пор еще доказания не судятся. И будут судиться до... Да, до белых мух будут судиться. А в это время решается вопрос. Практически уже решился вопрос, чтобы вот эту землю они сдали и им выделили в другом месте. Так же можно решать и здесь. Если выделено законно. Если Бовтунов свое время напортачил там в Ипатовском правительстве, там черт знает что творилось. Поэтому это вина власти. Не наша с вами. И власть должна решать, выкупать ли, выделять ли. Но мы с вами должны стоять насмерть. Поэтому я предлагаю сейчас сформировать инициативную группу. От каждого дома туда должны войти. Но чтобы она была компактной достаточно. Я предлагаю, независимо от того, кто войдет туда в эту группу, от жителей, я предлагаю, чтобы туда вошли три человека. Трунтаев Геннадий Александрович, Сорокин Дмитрий Валерьевич и Масов Владимир Валентинович. Потому что у нас есть опыт уже борьбы на результат. И возглавлять эту группу должны как раз жители. Жители. Мы будем в группе возглавлять и руководить борьбой будут жители сами непосредственно. Мы подскажем, расскажем. Рядом подставим свое плечо, организуем. Это все мы сделаем. Запросы депутатские. И все будет. Поэтому по 23-му я говорю.